ну ребятушки привет 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 3 серия так сказать мук мук я до сих пор не выбрал кофеварку а время идет один рождение уже скоро у отца и я вот думаю что уже купить но я-то знаю на самом деле что я хочу купить но я-то знаю что возможно я и поменяю опять свое мнение а именно друзья мои после того как я посмотрел что достаточно в кофе ну чем отличается обычная кофеварка допустим которая варит обычный эспрессо от кофе маки макия то просто надо добавлять немножечко молока в кофе в эспрессо это тоже эспрессо просто сверху капелька молока вот но всяком случае так по истории было сделано в италии я думаю я сам смогу зачем тогда вся эта ерунда билиберда с этим делом знаете что я сегодня зашел просто в один бар и заказал себе капучино знаете что я увидел я увидел что человек бориса бориска привет он просто-напросто берет рожковую но у него большая большая профессиональная вот эта кофеварка и она рожковая а как вы помните есть кофеварки капсульные капельные автоматические рожковые бог еще знает какие другие я уже стал профессором за эти три дня я уже знаю о кофе наверно больше чем ну кто-либо ну не профессионал конечно просто потому что начал заниматься серьез всерьез серьезно этим вопросом и знаете что самое интересное рожкова меня очень заинтересовала потому что она стоит нормальная хорошая в подарочной упаковке примерно она может стоить 6000 рублей то есть практически та же сумма которая была изначально на капсульные кофеварки да я спокойно смогу там есть вот эта трубочка для вздутия конкретно молока я это смогу сделать элементарно я уже знаю какой процент жирности должен быть у самого молока для того чтобы пенка вздувалась быстро и держалась хорошо в общем ребят чему я пришел это рожковая кофеварка пока я еще не знаю форму фирму какую я буду смотреть по комментариям может я прочитаю ваш комментарий где-нибудь но вот друзья все на стать достаточно очень просто мы просто-напросто берем рожок засыпаем ну вернее так копаем из пакетика конкретно берем из пакетика уже молотый кофе я предпочитаю якобс мои родители тоже любят якобс мы берем оп сразу его уплотняем там специальная штучка ставим и кофе наливается буквально через две минуты у нас тот же самый кофе есть в это время пока делается кофе я так думаю можно взять немножко налить молока и туда его раз класс а потом сверху налить вот тебе пожалуйста капучино или кофе макьято ну то есть как хочешь в общем ничего сложного нет этот парень мне сегодня бариста сделал за полминуты капучино я думал о чем мне вот это париться переплачивать десятки тысяч рублей ну блин реально если она реальная классная кофеварка стоит порядка пяти шести тысяч рублей ты будешь не знать вообще никаких проблем с ней больше экономить деньги каждый день ты будешь экономить это лучше чем автоматическая лучше чем капсульная и капельная которая уже в конце концов капельная будет теплая или холодный кофе когда он там уже нальется но в общем я пришел именно к тому что рожковая для меня во всяком случае самое лучшее качественный кофе уже зависит от меня никакой капсулы там не будет ну сейчас не будем говорить химия там не химия в капсулах но многие говорят что там химия откровенно если говорить я буду брать именно качественный порошок кофе ну то есть молотый кофе настоящий вкладывать сюда и делать прекрасный кофе различные которые я сам захочу причем это будет не будет занимать огромное количество времени в этом самый большой кайф и самый большой плюс я к этому пришел за три дня изучив практически весь интернет относительно всех кофе смотрел многих бариста смотрел там различных людей которые рекламируют какие-нибудь те или другие машины в общем каждый должен из вас выбрать для себя то что он хочет но каков бы ни был выбор рациональный человек придет именно к рожковой кофе машины на этом все друзья спасибо что смотрели кстати может быть это не последняя серия кто его знает подписывайтесь на канал я жду вас удачи пока